Всем привет! Сегодня устанавливаем программу WoW 5.008 первой версии, потому что есть еще релиз второй. Вот он активируется по-другому, не так как этот. Для второго релиза я сниму отдельное видео. Значит, чтобы установить, надо ее скачать. Внизу в описании будет ссылка на мой Яндекс.Диск. Вот здесь вот эта программа в загрузках. Значит, будет ссылка на Яндекс.Диск. Она содержит три файла. Кейс. Сама программа. Экзе. И апдейт для установки дополнительных марок ГАЗ и ОАЗ. Так как LADA уже есть в комплекте. Ну, то есть в основном файле. Итак, вы скачали папку с программой. Открываем ее. Здесь у нас три файла. Файл с ключами. Мы его пока свернем. Открываем программу, то есть файл экзе. Нажимаем запустить. Место для установки. Папка назначения. Просто оставляем диск С. Корни диска С. Нажимаем кнопку извлечь. Извлечение может быть не совсем быстрым. Зависит от мощности вашего компьютера. Вот. Два остальных файла. Это значит апдейт. 008 RAR. Это файл для того, чтобы добавить марку ГАЗ и ОАЗ в нашу программу, чтобы подключаться к этим маркам, диагностировать. Вот. И кейс. Это текстовый файл. Вот. С ключами для регистрации лицензий. Вот. Ждем пока начнется извлечение. Сейчас просит разрешение на распаковку и будет распаковывать. Размер файла 1.84 гигабайта. В принципе, по опыту несколько раз я оставил. Вся установка, она недолгая. Минут за 20 можно поставить. От и до. Разрешаем. Начинается извлечение. Извлечение закончилось. Открываем диск С. То место, куда распаковали папку. Открываем папку и ищем. Ищем ярлык. Вот он ярлык. Программы ВОВ. Перетягиваем на рабочий стойл. Это нам уже не нужно. Закрываем. Открываем программу. Жмем кнопку регистрация. Формуляр регистрации. Теперь нам нужно открыть наш текстовый файл, в котором у нас написаны наши данные. Номер клиента 3-9. Фирма 3X. Адрес 3X. Почтовый индекс 1, 2, 3, 4, 5. Город 5X. Контактное лицо 3X. Телефон от 1 до 6. Имя пользователя. ВОВ. И пароль ВОВ. Так, ничего не забыли вроде. Нажимаем кнопку дальше. Профиль выбираем. Диагноз Serial S Lite. Это первая строчка. Изделие выбираем годовой абонемент. Нажимаем кнопку добавить. И распечатать. Регистрационная форма. Так, распечатан. Сто процентов. Закрываем. Закрываем программу. Открываем еще раз. ВОВ. 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 Опять регистрацию открываем. Удаляем затребованную регистрацию. Формуляр регистрации нажимаем. Теперь нам нужно что? Заполняем имя пользователя и пароль. Вов. И здесь вов. Так. Здесь, вот в этом месте, у нас все ключи начинаются на 0.3068. Нам надо, чтобы последний блок цифр начинался на 0.3068. Нажимаем кнопку дальше. Назад. И назад. Опять формуляр регистрации нажимаем. Опять у нас эта цифра не совпала. Нажимаем кнопку дальше. Назад. И назад. Опять нажимаем формуляр регистрации. Опять цифра не совпала. Итак, мы продолжаем, пока у нас не появится здесь, значит, номер, который начинается на 0.3068. И две последние цифры, неважно какие. Опять. 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 Иногда это с первого раза появляется, иногда с пятнадцатого. Вот, а иногда полчаса можно сидеть. Вот нас интересующее число. Начинается на 0.3068. Так же, как и все ключи. 0.3068. Последние 35. Вот эти два последних числа, это значит, нам нужен 35-й блок ключей. Листаем до него. Так, вот он 35-й. Можете скопировать в отдельный файл, чтобы он где-то не в середине не болтался. А все остальное уже можно... Можно все остальные ключи не нужны. Так, на этом закрываем программу. И открываем заново. Регистрацию нажимаем. Так, и код разблокировки. Значит, у нас получается 0.306835. Все числа будут на этот теперь номер начинаться. И здесь нам надо... Ну, давайте возьмем строчку PRO. Строчку PRO. Вводим все символы. ВГПТ. 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 23, 25, X, U, R, H, P, 2, X, W, X, 9, так, 761, 90, 421, 46, 48, 98, 158, 78, 11, так, и не забивайте, вот номер клиента надо ввести, если вы его не введете, нажмете разблокировать, будет вот такое сообщение у вас, чтобы вы не пугались, три девятки, вводим, нажимаем разблокировать, нажимаем позже, вот у нас появились разблокированные регистрации, вот, также вводим все остальные ключи, пока на этом, так, программу закручиваем, и поехали в самый низ, к gold ключам, и так, про gold ключи, мотаем в самый низ, тут у нас есть небольшая инструкция, так, это что, типа, они дают эти gold ключи, и дальше, как ими пользоваться, вот, 38 пунктов аж, так, осталось, я думаю, успеем, так, заменить плюсы на цифры из обычных ключей, так, вот наш ключ, я его сюда вот вынес, значит, у нас получается, в первом номере надо две последние цифры менять на 35, вот эти вот две цифры, вот, а в последнем номере две предпоследние цифры, в нашем случае это 78, вот, здесь есть такая инструкция небольшая, можно прочитать и по ней действовать, ну, давайте один ключ введем, так, настройки, регистрация, так, вот они, коды разблокировки, так, gold ключи, значит, первый ключ вводим, 0, 30, 68, тут у нас 93, мы свою подставляем 35, дальше, капец сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать двоек, может быть и ошибся, а раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, двоек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, десять, двоек, далее, подставляем и девятнадцать, разблокировать, вот, если пишет, значит, такое окно вылазит, значит, разблокировка проходит, нажимаем позже, так, это у нас была, addition, рпм батарей, так, давайте посмотрим, что-то появилось новое, или нет, для числа оборотов аккумулятора, да, по-моему, вот это она и есть, батарея аккумулятора, в общем-то, таким образом надо все gold ключи вести, разницу я не заметил, что с ними, что без них, на одном из своих компьютеров я их ввел все, значит, здесь получается так, что некоторые, некоторые ключи совпадают с ключами основного блока, вот, для нашего случая 35-й блок, некоторые повторяются, и тогда здесь будет у нас окно, что это лицензия или регистрация уже как бы активирована, так, теперь, что, закрываем программу, это, сворачиваем, не нужно, теперь открываем, открываем, где у нас лежит папка вов и апдейт 008, извлекаем, так, извлекли, хорошо, вот она наша новая папка, открываем, так, ну, пока, давайте откроем программу и убедимся, что у лаза и газа нету этих марок, но есть лада, так, так, то, ладо, вот, есть лада у нас, бежу и вольвы все уаза нету так тупо которую мы распаковали открыли копируем файлы копируем теперь идем где у нас стоит программу на диске c открываем папку дата и вставляем сюда копировать с заменой файлов сделать это для следующих конфликтов все скопировано закрываем теперь открываем программу проверяем что у нас появились парке газ и у вас так вот у нас газ модели есть газель и соболь вот у нас у вас модели карга коммерциям и пикапа естественно будет диагностироваться только блок управления двигателем на этом установка завершена переходим к автомобилю итак диагностируем peugeot 308 есть ошибка по бс по мотору тоже есть ошибки диагностируем аппаратом delphi китайским сканером серийный номер серийный 1251 программой вов сначала выключаем сначала втыкаем провод при выключенном зажигании если кто не знает здесь разъем так разъем вставил первое подключение итак втыкаем usb разъем так пишет что программное обеспечение не было установлено сейчас мы воткнули наш сканер в разъем usb давайте посмотрим диспетчер устройств так вот у нас есть автоком сиди пик плюс usb обновить драйвера выполнить поиск драйверов на этом компьютере так обзор диск c папка вов нажимаем ok и далее идет установка драйверов так поиск аливеры аливера закрыть так еще теперь юсб сериал порт также нажимаем обновить драйверы выполнить на этом компьютере папка на диске c папка вов нажимаем далее так драйвера установились успешно так вот в ци диагностик юнит 20 диагностик юнит так но теперь теперь включаем зажигание закрываетесь программа включаем зажигание открываем программу идем в настройки так основные так основные так устройство блок диагностики так он порт 5 ну давайте выполним поиск но скорее всего он так и будет называться снупер плюс бт снупер плюс бт ком 5 нажмем поиск дальше комп 3 поиск давайте напишем кей дальше так сейчас ищет bluetooth сканер с блютусом но мы подключили его по кабелю так окей прервать так добавление устройства комп 3 ну вот определился как комп 3 на этом закрываем и пробуем подключиться к автомобилю не на одном не на одном компьютере он меня не писал что это автоком он писал колеус там снупер чего угодно же бензин машина у нас 2008 года модель 308 двигатель двигатель у нас 1.6 120 лошадей вот этот диагностика познавание системы нормальный скан проверяем подключится он к машине или нет пропустить кпп или нет нет не пропустить дальше начинается диагностика так неверная версия фирменной программы обновите ну давайте одна так обновлять час не будем так как у меня значит какая там 1535 была загружена в этот сканер для Delphi Автокома надо посмотреть чтобы этот сканер работал с программой и WoW и Tartacom нам надо посмотреть поставить одинаковую версию фирмвара я скачиваю 1535 со своего диска так закачка завершилась идем в загрузки вот он фирмвар извлекаем вот он сижу туплю так вот он значит берем из этой папки все копируем копировать так идем в папку вов фирмвар и вставляем с заменой файлов с заменой файлов закрываем так же выходим из программы и заходим снова вводим марку модель стопы стопы убежал до конца Peugeot бензин 1.6 1.6 куда что прыгаешь то все куда что прыгаешь то все вводим 120 л. так диагностика познавание системы нормальный скан пропустить кпп нет дальше все началось сканирование поиска неисправностей если слышно мой микрофон может быть и не слышно в приборе начали щелкать ролюшки теперь ждем когда диагностика вся полностью пройдет даже по коробке одна ошибка есть хочу напомнить что сейчас в программе активировано всего два ключа регистрационных один обычный из блока до 35 блока про и один золотой который связан с датчиком оборотов двигателя и аккумуляторной батареи ну практически да ничего никакие ключи не введены вот и мы тогда именно этой машине мы сравним что она нам может показать практически без ключей с двумя ключами и когда я веду все ключи мы также сделаем сканирование полазим по меню здесь и посмотрим что что она нам покажет больше информации или меньше или так же вот мониторинг давления в шинах показывает здесь такой функции нету датчиков в колесах нету вот а блок все равно показывает ну здесь трудности перевода здесь ошибки на самом деле в этом то что здесь подписано просто ошибки блок управления бортовой сети всякие лампочки фонарики т.д. и т.п. также мы видим что по в тормозной системе два блока с бош 80 81 и еще 81 еще одна с ESP да и в каждой это вот эти все ошибки они все одинаковые сейчас хотя бы посмотрим по какому колесу по какому датчику ошибка чтобы лезть куда смотреть в принципе эта программа для поиска неисправности она очень как бы как нельзя годится вот но с ней намного чинить машины смотреть там всякие показания также здесь ну урезанная немного автодата есть то есть как стоят там ремни ГРМ можно посмотреть информацию по маслам по моментам затяжек сейчас мы это все ну пробежимся не основательно так вот слегонца посмотрим также если не ошибаюсь на пижо можно сервисный интервал сбросить здесь правда он не горит сервисный интервал так что сбросится он или нет не сможем посмотреть но такая функция в программе есть вот здесь вот обратите внимание где блоки не отвечают но этих блоков на самом деле просто нет так как программа универсальная климат-контроль в этой автомобиле нету ни валю ни бехра здесь обычный кондиционер стоит это не заправлены поэтому ошибки по датчикам давление кондиционера там и всяким таким диагностика закончена давайте смотреть что за ошибки по мотору четыре штуки но он не совсем от мотора датчик давления кондиционера кислородный датчик ниже по течению это второй датчик слишком богатая смесь перерывистой так и нагреватель слишком большое сопротивление ну так как а подогрев значит у лямбда не работает поэтому и она и показания неправильно дает это надо менять номера ошибок с буквами p то есть это номера нормальные по которым можно как бы определить ну достаточно достоверную информацию так по коробке передач неизвестная ошибка 3131 так здесь что здесь то же самое здесь d313 но это мы сейчас посмотрим я на память не помню конечно же так вот по ABS задний левый датчик скорости пожалуйста разрыв цепи или короткое замыкание постоянное значение то есть мы теперь можем определили направление куда копать и будем снимать значит заднее левое колесо смотри что там с датчиком с подшипником и т.д. и т.п. здесь здесь даже с буквы c так дальше так давление в шинах ну вот прибор контролирования масла фонарь освещения блок предохранитель компресса воздуха неисправность регулированной производительности давление системы кондиционера ну то есть эти ошибки с датчиками давления в шинах вообще никак они не связаны так дальше боди компьютер то же самое все вот эти четыре ошибки теперь у нас они копируются в остальных блоках компьютер кузова вот все четыре ошибки одни и те же да так но мы сейчас значит сбросим стереть коды неисправности что-то сотрется что-то сапрета что-то не сотрется то что не сотрется придется чинить повторяю что сжигание у нас включена и двигатель не заведен в общем-то вот программу установили значит на этом ноутбуке программа вов на том программ delphi и обе эти программы работают с одним сканером мотор что-то скинулось но когда мы его запустим все они тоже появятся вновь а bs тоже что-то стерло что-то не стерлось в общем-то датчик надо осматривать хотя бы визуально разъемы провода окислы так то что сканер смог стереть он стер остальное осталось ну давайте теперь пробежимся быстренько по вот чем мне нравится то есть можно не закрывая да открыть следующее окно и посмотреть допустим технические данные вот тестовые значения допустим откроем то есть здесь уже информация код двигателя вот дополнительно где есть инфу можно еще раз открыть посмотреть что у нас за картинка тут вылезет картинка должна быть вот она где где у нас маркировки стоят в каких местах где вин где вин стоит т.д. и т.п. закрываем количество цилиндров объем степень сжатия тип системы зажигания блок управления топливной системы какая датчик расхода воздуха чем расход меряется датчик абсолютного давления вот написано ну вот порядок работы цилиндров то есть это для полезной информации так свечи зажигания какие используются оригинальные неоригинальные зазоры свечей значит давление масла какое должно быть на каких оборотах на тысячи оборотов должно быть 2,7 то есть эта информация для для диагностики допустим мотора она как нельзя кстати такую если имеешь под рукой то намного проще поставить как бы диагноз напряжение батареи минимальная толщина дисков передних за них биение диска то есть ну такая полезная информация так то же самое практически так система зажигания насколько на катушках порядок работы цилиндров угол опережения зажигания электронное управление холостой ход уровень ЦО на холостом ходу на увеличенной частоте так зазор клапанов давление масла ну так параметры моторного масла есть синтетика 0.30 или 5.30 синтетика ОМ так заправочные объемы для механики вязкости количество литров системы охлаждения почему-то для автомата нету момента затяжки коренные шатунные масляные поддоны в общем-то такая информация полезная переднюю ступицу насколько тянуть заднее рулевое колесо для автослесаря это в принципе информация такая нужная ну в принципе и просто владельцу автомобиля вот тип фреона так сколько грамм даже кстати 450 грамм то есть если вы знаете эту информацию допустим вас на заправке кондиционера не смогут развести сказать что вам там залили 600 грамм или 800 или наоборот 200 грамм то есть тут есть даже масло тип масла которое заливается в систему кондиционера ну давайте еще что-нибудь откроем технически данные зуб 4 мне можно посмотреть изображение это у нас приводной ремень это у нас цепь установки это какие приспособления используются как ставить процедуру регулировки установки да и т.п. это хорошая информация денис работы советы информация давайте посмотрим в принципе тут это ну ну конечно надо эту программу за пять минут за пять минут за пять минут у нее не обзор и не сделаешь все что она умеет вот коррекции управления вот насчет кстати коррекция насчет сброса сервисного интервала и остальных все это проверить нет у меня возможности да то что работает то что не работает значит ну хотя бы можно посмотреть что указано по подушкам разблокировка компьютера блокировка компьютера по коробке передач то есть память адаптации можно очистить но можете на паузу поставить или когда загрузите сами посмотрите так включение контроль давления шинных выключение может быть даже у меня здесь его нету да на этой машине может быть его можно включить мы попробуем потом вот вот кстати сброс сброс его технического обслуживания вот это мы можем мтт давайте так устройство он его все равно называть снупером продолжить спал да продолжить дальше зажигание включено двигатель выключен примечаем так вы должны сбросить индикатор to service ok накладка была продана успешно но вот если бы он у меня горел то я бы сейчас смог сказать сработало это или нет вот в принципе я даже не знаю если что-то кому-то интересно именно от меня услышать не хотите сами ставить напишите я вам попробую чем-то помочь куда-то залезть что-то какие-то эксперименты эксперименты какие-то провести ну тут очень много всего много всего за пять минут этому обзор не сделаешь в общем-то на этом так когда мы делали сброс сервисного интервала вот закрылась окно диагностики проведенной в общем-то все на этом на этом видео завершается